Нам еще предстоит выслушать заявление представителя Сирийской Арабской Республики. Мне в национальном качестве хотелось бы сказать буквально несколько слов. Я буду очень краток, поскольку нам еще предстоит слушать еще одно выступление. Представители Соединенных Штатов и Великобритании, как всегда, состязались в провокационной риторике. Мы привыкли к их несдержанности и на это реагировать не будем. Попытки оскорблений не выведут нас из себя и не отвлекут от серьезной работы. Но я все же оттолкнусь от двух тезисов. Представитель Соединенного Королевства патетически восклицал «прекратите сейчас». Действительно, прекратите сейчас поддерживать разный сброд по всему миру – экстремистов, террористов и разных, так сказать, прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране. Вообще прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое. И тогда ситуация оздоровится в очень многих областях и районах света. Тезис, высказанный представителям Соединенных Штатов, больше действий нужно. Действительно, полностью разделяю этот тезис. Наш министр иностранных дел и государственный секретарь США несколько месяцев вырабатывали договоренность, а Соединенные Штаты реализовать ее не смогли. Не смогли разделить умеренную оппозицию от террористов, не смогли даже обеспечить отвод оппозиционных группировок от дороги Костелло, что обеспечило бы более благоприятные условия для гуманитарных нужд Восточного Алеппо. Больше действий. Мне показался важным тезис представителя Уругвая о том, что виноваты террористы, а мирные жители от этого страдают. Я бы продолжил этот тезис. Политики тоже виноваты, которые всякие свои сумасбродные планы пытаются реализовать по всему миру, а мирные жители от этого страдают. А политикам хоть бы что. Они и не думают признавать допущенных им грубейших ошибок, если не преступлений в своей политике, которые привели к разжиганию конфликтов и к беспределу в очень многих частях света. Ну и, может быть, последнее. Представитель Ангола только что выразил обеспокоенность, что происходящее может означать гибель международной группы поддержки Сирии. Мы считаем, что это не так. Мы считаем, что нам удается сохранить многосторонние форматы. И наш сегодняшний проект, который, как я говорил, мы не ожидали его принятия, это просто наша, так сказать, определенная политическая демонстрация, он и направлен был на то, чтобы сохранить многосторонние форматы, чтобы сохранить то ценное, что было наработано в российско-американских договоренностях, хотя они и не были реализованы. А мы рассчитываем, что они могут быть реализованы. Я хочу вас заверить, что очень сложная работа и в многосторонних, и в двусторонних форматах продолжается. И мы всё же очень надеемся, что ситуацию в Сирии удастся нормализовать, и это самым благоприятным образом скажется и на положении в Восточном Алеппе. Мы надеемся, что это произойдёт как можно скорее. А теперь я хотел бы предоставить слово представителям...